Теперь у нас представитель МОМ, Юлия Мельничук, пожалуйста. Большое спасибо. Я не буду задерживать ваше внимание надолго, потому что уже много всего было сказано. И мы, когда подготовились к сегодняшнему мероприятию, получилось так, что каждое агентство готовило свои предложения отдельно, поэтому многие уже были фактически озвучены. Я вот кратко вам остановлюсь на основных предложениях, которые предлагает МОМ. И мы в формулировании этих предложений исходили из сравнительного анализа законодательства, то есть законов об интеграции, которые существуют и в европейских странах, с тем, чтобы посмотреть, каким образом предлагаемый законопроект сходится или расходится существующая практика в законотворчестве и в реализации. Многие, к моему удивлению, может быть, радостному, многие из предложений, они уже нашли свое отражение в презентациях коллег Всемирного банка и он женщин. Прежде всего, первое предложение наше – это расширение целевой группы для адаптационных интеграционных мер и включение туда членов семей трудящихся мигрантов, беженцев, лиц, ищущих убежище, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации. В текущей версии законопроекта четко выделяется категория иностранных граждан, на которую направлены меры по социальной адаптации. Это иностранные граждане, прибывающие с целью временного пребывания для осуществления трудовой деятельности. И интеграционные меры направлены на иностранных граждан, прибывших с целью временного проживания, либо постоянного проживания. В то же время практика такова, и законодательство таково, что в обязательной мере включаются и иные категории иностранных граждан, и анализ существующей политики и практики в области интеграции говорит о том, что наиболее уязвимыми являются неработающие члены семьи иностранных граждан, которые пребывают на территориях стран назначения, в частности, это жены трудящихся мигрантов, особенно те, которые выходят из инокультурных каких-то сообществ, на язычные, которые плохо владеют языком. И в этой связи имело бы смысл рассмотреть возможность расширения целевой группы и четко прописать это уже в законе, чтобы, с одной стороны, расширить группу потенциальных клиентов для центров адаптации, интеграции мер, и исключить ситуацию, когда они могут быть исключены из данных мер. Второе наше предложение, которое тоже уже прозвучало со стороны коллег, это уделить больше внимания общественным организациям, гражданскому обществу, как субъекта политики, как субъектов, которые реализуют в качестве организации, которые непосредственно занимаются реализацией мерами по адаптации, интеграции иностранных граждан. Может быть, имеет смысл, вот я поддерживаю предложение Наргиз, включить это как отдельной главой по субъектам, или там, я уже не помню, по субъектам и более четко прописать, потому что вот в данной, в настоящем виде это не совсем четко прописано, а на практике получается так, что существует достаточно большой объем работы, который должен исполняться именно общественными организациями, гражданским обществом, все, что касается информационного сопровождения, первичного консультирования, медиации, участия в каких-то образовательных мероприятиях, это все как раз делается силами гражданского общества. На практике получается так, что вот в Российской Федерации сложилась ситуация, когда практика работы в данном направлении, она уже опередила законодательство, уже существует и социально ориентированный НКО, который этим занимается, уже существует и система государственной поддержки через субсидии, через гранты как местного уровня, так и общегосударственного, федерального. То есть, может быть, имеет смысл проанализировать еще и вот эту практику и на этом основании уже и вписать в закон формы работы с организациями гражданского общества и возможные формы сотрудничества. В принципе, это все существует, если говорить о практике других стран, именно через общественные организации реализуются основные меры по интеграции и адаптации. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это полномочия и ответственность местных органов власти, потому что на практике именно они и несут основную ответственность и, естественно, имеют наибольшие полномочия за реализацию мер. Из законопроекта не совсем понятно, да, не совсем видно, кто в конечном итоге ответственен, но по логике законопроекта видно, что это все-таки местные органы власти, потому что они занимаются фактически реализацией и они отвечают за создание центров адаптации и интеграции иностранных граждан, но четко не прописано, да, что именно, каким образом и как. Вот вообще вот в законопроекте изначально упоминается инфраструктура для адаптации иностранных граждан, где перечислен целый ряд различных центров, но фактически потом речь идет только об одной форме центров адаптации и интеграции и, как бы, что происходит с остальными центрами, да, кто за них отвечает и каким образом вообще происходит функционирование, тоже не совсем понятно, поэтому, наверное, имеет смысл уточнить и это. Вот центры информационной правовой поддержки, центры профессиональной подготовки, я так понимаю, что это будет не полномочия ФМС, но, тем не менее, в законе должны быть отражены и, как бы, специфика функционирования этих центров, может быть, и иные ведомства потом дополнят и внесут свою, как бы, лепту формулирования законопроекта. И также, вот, если сравнивать с той информацией, которая заложена и с тем объемом, который заложен в концепцию государственной политики, миграционной политики, уже также было сказано о том, что заложенные центры предвыездной подготовки граждан за рубежом в законе это не прописано, то есть это, мне кажется, в обязательном порядке нужно включить возможность предвыездной подготовки, участия в адаптационных мероприятиях в странах происхождения и, как бы, не на территории России, да, а за пределами Российской Федерации. И есть еще вот пару мелких таких вот предложений и вопросов, да, потому что фактически говорится о социальной и культурной адаптации интеграции, что происходит при этом с экономической адаптацией, с мерами по включению рынок труда, да, упоминаются центры профподготовки и переподготовки, это мера как раз по экономической адаптации интеграции, то ли это, в принципе, как бы не цель данного закона, вот мне просто совсем понятно, да, и это будет регулироваться иными мерами, потому что, в принципе, законодательство, оно, как бы, иное законодательство, оно содержит какие-то положения, которые позволяют осуществлять меры по адаптации интеграции, в том числе по социальной адаптации, да, по социальному сопровождению, но здесь тогда нужно просто более четко связать и приписать это в данном законе, либо в пояснительной записке это объяснить, вот именно вот эти ограничения, которые как-то не прямо, но вытекают из текста законопроекта, ну и нужно уточнить терминологию, я думаю, может, еще эксперты скажут, да, вот, потому что это, в принципе, не комментарий МОМа, комментарий экспертов по поводу основных понятий, совокупность действий органов государственной власти, местного самоуправления, это, наверное, политика в области адаптации, но не сама адаптация интеграции, то здесь нужно какая-то все-таки терминологию немножко уточнить и внимательно проследить, чтобы потом по тексту, как бы, она использовалась в едином ключе. Ну и последнее предложение, может быть, ко всем, постараться после видеоконференции как-то это все проработать, чтобы мы внесли какие-то конкретные предложения именно уже с формулировками, не общие фразы, да, что было бы неплохо включить, а уже предложить либо какой-то блок, либо пункт, данный в текущий текст законопроекта, потому что тем самым мы, как бы, увеличим свои шансы на то, что это войдет в текст законопроекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Юлия.